Главное о прорыве дамбы в Челябинской области. Дамбу прорвало из-за сильных дождей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Смыв плотины длиной в 100 метров, общая длина плотины 500 метров рассказали в МЧС. Подтоплен оказался посёлок Киалим, оттуда эвакуировали порядка 30 человек, пишет ТАСС со ссылкой на местную администрацию. Вода продолжает затапливать близлежащие посёлки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киалим, Соктаево, сообщили в пресс-службе главы региона Алексея Текслера. Всего в зоне затопления оказались около 200 человек. В Челябинской области разместили пункты временного размещения для жителей затопленных территорий. В Карабашском городском округе объявлен режим ЧАЭС. Из Турции в Россию доставили Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля офицера ГРУ в Москве. ФСБ опубликовало видео с его задержанием. Сначала его выводят из самолёта, затем мужчина на допросе рассказывает, как готовил покушение. Политзаключённому Мундепу Алексею Горинову исполнилось 63 года, а из колонии освободился предприниматель Дмитрий Скурихин, осуждённый на полтора года заключения по статье о повторной дискредитации армии. К 4,5 годам воспитательной колонии приговорили двух красноярских подростков по делу о диверсии на железной дороге, а к 22 и 15 годам колонии приговорили Михаила Дарий и Илью Ковылкова по делу о подготовке терактов Шерементьева. В то же время Миньюс внёс в список экстремистских организаций сразу 62 российских объединения и фонда, в том числе Free Russia Foundation. Задержан экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Уголовное дело связано с некачественным питанием в армии по завышенной цене. А на Красной площади попытку самоподжога совершил президент «Волна». Акция стала знаком протеста против обвинений в его сторону в умышленном взрыве поставки для нужды СВО в рамках гособоронзаказа. Суд в Черногории постановил депортировать россиянку на родину. А уже басманный суд Москвы оставил нашу журналистку Антонину Фаворскую в СИЗО до 3 ноября по делу об участии в экстремистском ФБК. Это главное, что случилось по версии Сотовижн за 26 июля. И подробнее каждой новости вы можете прочитать в нашем телеграм-канале. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе самых актуальных событий. Субтитры создавал DimaTorzok